Здравствуйте, ребята! Сегодня мы узнаем ещё один секрет имени существительного. Имя существительное – это удивительная часть речи. Давайте поиграем в игру «один много». Для этого измените слова так, чтобы они обозначали два или больше предмета. Книга – книги, карандаш – карандаши, рюкзак – рюкзаки. Что обозначают имена существительные в первом столбике? Они обозначают один предмет. Что обозначают имена существительные во втором столбике? Они обозначают несколько предметов. Сегодня мы поговорим о числе имён существительных. Узнаем, что имена существительные изменяются по числам. Будем учиться определять число имён существительных. Выясним, что есть имена существительные, которые имеют форму только единственного числа или только форму множественного числа. Продолжим наблюдение за именами существительными. Мяч – один предмет. Значит, слово стоит в форме единственного числа. Мячи – несколько предметов. Значит, слово стоит в форме множественного числа. Можем сделать вывод. Имена существительные изменяются по числам. Имена существительные в единственном числе обозначают один предмет. Например, мяч, книга, школа. Во множественном числе имена существительные обозначают два или больше предмета. Мячи, книги, школы. При этом лексическое значение слова не изменяется. Изменяется только его форма. Например, мяч, нулевое окончание, мячи, окончание и. Послушайте отрывок из стихотворения Виктора Кудлачёва «Нарисую город наш». У меня есть краски, есть и карандаш. Я, ребята, город, нарисую наш. Нарисую нём он светло-голубой. Улицы широкие. Замок над водой. Найдите в стихотворении имена существительные и определите число. Поставьте на паузу. Краски – много предметов, значит, множественное число. Карандаш – один предмет, единственное число. Ребята – множественное число. Город – единственное число. Ньоман – единственное число. Улицы – множественное число. Замок – единственное число. Водой – единственное число. Прочитайте предложение. Над домами сгущаются сумерки. Ребята, что обозначает слово «сумерки»? Сумерки – время перед заходом и восходом солнца. Определите число имен существительных в этом предложении. Домами – множественное число. Сумерки – множественное число. Давайте поставим эти имена существительные в форму единственного числа. Дома – дом. Сумерки. Возникла проблема. Мы не смогли изменить число слова «сумерки». Оказывается, это имя существительное имеет только форму множественного числа. Отгадайте загадку. Без неё не проживёшь и водой не разольёшь. Дружба. Определите число имени существительного дружба. Слово «дружба» стоит в единственном числе. Образуйте форму множественного числа. Дружба. Снова проблема. Мы не смогли поставить слово «дружба» в форму множественного числа. Значит, имя существительное «дружба» имеет только форму единственного числа. Давайте вернёмся к стихотворению «Нарисуй город наш». И определим, какие имена существительные имеют форму только множественного числа. Ребята. Имя существительное имеет только форму множественного числа. Нёман. Имя существительное имеет только форму единственного числа. Все остальные имена существительные изменяются по числам. Единственное число – краска, множественное число – краски, карандаш – карандаши, город – города, улица – улицы, замок – замки, вода – воды. Делаем вывод. В русском языке есть имена существительные, которые не изменяются по числам. Вот мы и открыли еще один секрет имени существительного. Итак, подведем итог. Имена существительные изменяются по числам. Имена существительные в единственном числе обозначают один предмет. Имена существительные во множественном числе обозначают два и больше предмета. Новые секреты об имени существительном вы узнаете при нашей следующей встрече Успехов вам!